Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях долгожданный и желанный гость на всех телекомпаниях, во всех средствах массовой информации, министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Шоукат Габдуханович Ахметов. Наконец-то вы до нас. Вернее, мы вас как-то к себе заполучили. Поэтому даже я себе вопросов не составлял специально для вас, потому что мы будем говорить о том, что у всех на слуху по самым важным и главным насущным вопросам Рязани. Начнем, наверное, с глобального такого проекта, как «Северный обход». Вот если можно, расскажите, каково сейчас положение дел, потому что я знаю, что у вас там и постоянный губернатор наш бывает, вообще гости самые высокие, вернее, гости инспектирующие даже, руководители. Руководители, да, руководители и помощники. Большое спасибо, конечно, Олегу Ивановичу, многим членам правительства, которые оказывают действительно помощь в завершении строительства «Северного обхода» Рязани. В завершении. Вот сегодня мы утром проводили соответствующую планерку. Вообще у нас система какая сейчас? В 7 утра планерка и в 7 вечера там планерка. Много задач, много надо совмещать работу с субподрядных организаций. Вышли на финишную прямую на устройство верхних слоев асфальтобетона и специальной, хорошей, прочной асфальтобетонной смеси ЧМА-15. Уже многие обращали внимание на то, что мы используем самую современную технику. Смесь готовится на современном асфальтобетонном заводе, специально купленном и в прошлом году смонтированном, опробованном на территории Рязани Автодора. Поэтому надеемся, что дорога получится приближена к европейскому классу. Почему? Потому что мы специально для устройства верхних слоев пригласили специалистов из Германии. И сейчас он в ежедневном режиме практически руководит процессом укладки и контролем качества выполняемых работ. Немцы народ аккуратный. Да, аккуратный. И вот сегодня тоже ваши коллеги были, утром брали интервью, он сказал, что довольно-таки близко к европейским стандартам. Хотя у него самого полного удовлетворения по качеству нет. Не добиваемся того, что хочет, чтобы идеальная ровная поверхность была. По показаниям, по нашим российским стандартам, отличная дорога получается. Но вот как обыватель простой, как пользователь, мне бы хотелось еще лучше. Вот к этому мы стремимся. Я думаю, в ближайшее время все-таки мы научимся делать хорошие дороги. Вот вы знаете, вот я как творческий человек могу вам сказать, тоже что-нибудь сделаешь, и вот кажется, надо было лучше, надо было лучше. Да, но самое главное, чтобы человек видел, что вот есть к чему стремиться, есть куда дальше идти. А вообще это движение, это правильно, северный обход важнейший, нужнейший. Конечно, мы поэтому, вообще вот должен сказать, что по контракту сроки завершения работ обозначены декабрь текущего года. Но поскольку, поскольку, и дорожники, да и Олег Иванович, нам постоянно ставят задачу ускорить строительство дороги с целью снятия напряжения, ну, в первую очередь с московского шоссе. Злополучная пробка у торгового дома Барса, потом большое напряжение по утрам, когда исконечившие люди в центр года заезжают. Поэтому, вот, стремимся быстрее сделать дорогу и в начале сентября открыть движение. Я повторяю, открыть движение, не ввод полной эксплуатации, потому что у нас еще много сопутствующих работ в части, вот, укрепление откосов. Наладка подъемной конструкции моста. Мы уже в ручном режиме мост поднимали, опускали, еще в ближайшее время в ручном режиме поднимем, опустим. А в автоматическом режиме мост заработает у нас в конце сентября, в октябре. Ну, очень тонкая наладка, потому что ведь 300 тонн масс надо поднять, при этом перекос там миллиметр, допустим, и не более. Наладка сейчас ведется, электромонтажные работы ведутся. Все трансформаторы подстанции, три штуки, их все смонтированы, все напряжение подано, освещение монтируется, в ближайшее время оно будет уже контрольный запуск. То есть, дорога, она будет подготовлена, и движение будет открыто, и оно потом не будет прерываться. Будем отдельные участки выгораживать без помех для организации движения. Я думаю, граждане, да, оценят по достоинству тот труд, который дорожники вложили. Поэтому я искренне благодарен всем, кто был занят на строительство этой дороги. Ну, в первую очередь, от имени дорожник, благодарность мы, естественно, и правительству Российской Федерации. Особенно Олег Иванович за его настойчивость, что все-таки пробил финансирование строительства дороги. История-то начала строительства в 1988 году. На заседании исполкома, в городе исполкома. С прошлого века уже. Слава Богу, да, как говорится, успеха. Ну, ждем. Будем ждать сентября. Действительно, может, если потечет вот этот вот ручеек уже в сентябре автомобильный, он разгрузит нам вот это вот шоссе. Давайте не будем уезжать, как бы, образно говоря, с московского шоссе. Вы были буквально вот-вот, опять-таки, вместе с руководителем области на Московском. Смотрели ситуацию, которая около, ну, известного нашего гипермаркета Ашан. И там намечено, во-первых, два таких объекта. Один большой, я так понял, навесной мост, надземный. И вот этот вот маленький, злополучный и такой очень вредный мостик, который через Павловку. Вот давайте с маленького мостика начнем. Хорошо, да. Ждут его. Проектная организация презентовала первое проектное решение строительства пешеходного моста через Павловку, потому что необходимость существует. К сожалению, мост через Павловку находится в аварийном состоянии. С левой стороны от торгового центра «Премьер» в сторону метра там запрещено движение пешеходов. Но, к сожалению, они вынуждены выходить на проезжую часть. Поэтому проблемы очень актуальные. Какие проектные решения предложены? Это металлоконструкция, которая предполагается изготовить на нашем заводе «Точинвест». Ширина моста 5 метров, длина 60 метров. Оно примерно в 50 метрах будет находиться от моста через Павловку. Почему вот это вот расстояние? Потому что зона насыщена различными коммуникациями. Чтобы их не повредить и не заниматься лишними выносами, решили туда отнести. А дальше будет подход тротуаров, и уже условия для прохождения жителей будут нормальны. Это один проект. При этом специфика какая будет? Мы обратились к руководителям или к хозяевам торгового дома «Премьер» метра, чтобы они приняли участие в финансировании этого проекта. Ну да, потому что это их прямо касается. Конечно. И к нашему удовлетворению получили поддержку нашего обращения. Я думаю, поэтому из трех источников финансирования, это два владельца торговых комплексов, плюс бюджет города Рязани, я думаю, в состоянии будет уже в текущем году построить этот мостик. К Новому году я слышал. Да, когда Олег вас спрашивал, я тогда и сказал, давайте сделаем новогодний подарок жителям города Рязани. Ну и второй проект – это пешеходный мост. Пешеходный переход над Московским шоссе. У нас на сегодняшний день общественный транспорт, который движется из центра города в сторону Московского района. Напротив «Премьер» не останавливается, потому что нет перехода. Переход построят, естественно, остановка будет. И тоже дополнительное удобство жителей для того, чтобы попасть в торговый дом «Премьер». Разумеется. Вообще там дорогу сложно переходить, а здесь как раз… При этом, опять-таки, благодаря доброй воле наших владельцев «Премьера», инвесторов, уникальный проект пешеходного перехода будет. В чем будет заключаться уникальность? В том, что не простая лестница будет подъем, а будет эскалатор электрический. При этом он будет оборудованным приспособлением для подъема маломобильных групп населения, для инвалидов, для колясочников. Я сразу представил вот это. Поэтому там лифта не будет, он не нужен будет, эскалатор будет, и рядом будет лестница для любителей подъема пешком. С двух сторон закрытый переход всесезонный. Я думаю, в ближайшее время строительство начали. Наша же подрядная организация ведет работу по строительству. Я думаю, в течение двух-трех месяцев переход будет построен. То есть, вот к холодам, скорее всего, переход будет построен. Ну, первоочередная там задача сейчас, наверное, она будет как-то... Она быстрее решится, чем строительство мостика через реку Павловка. В заключение, что хочу сказать. Мы очень ждем на открытии движений по северному обходу нашего министра транспорта Российской Федерации, Соколова Максима Юрьевича. Какая цель? Во-первых, показать умение рязанских дорожников в качестве строить дороги. Вторая и главная цель – попросить у него помощи из федерального бюджета на продолжение реконструкции северного обхода Рязани. То есть, мы должны понимать, что мы не останавливаемся на том, что построили. В сторону конечного дорога будем реконструировать, потом будем выводить на федеральную трассу М-5 в районе поселка Эреватор, где строится сейчас транспортная развязка. То есть, полностью у нас будет и южный обход, и северный обход Рязани. Дай бог, всем здоровья только. Ну хорошо, пусть приезжает верховный, как говорится, министр, пусть посмотрит, как умеют делать, оценят и, возможно, поможет. Спасибо вам большое. Еще раз удачи. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!